Самое часто запрашиваемое видео на моем канале. Сегодня расскажу вам о своем питании. Не прошло тысячу лет, как я решила все-таки снять это видео и рассказать вам, чем же я питаюсь. Сегодня я хотела бы рассказать вам свои принципы питания, что я люблю кушать и ответить на все часто задаваемые вопросы, связанные с моим образом жизни. Вы очень часто спрашиваете, какой у меня вес, и я никогда никому не отвечала. Куда ли я от природы? Нет, 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 и еще раз нет. Все печеньки, мороженое, шоколадки, это все никогда не проходит мимо. Абсолютно все, что я ем, отпечатывается на моей коже и фигуре. Абсолютно все. Поэтому каждый раз, когда я что-то ем, я подсознательно понимаю, что я либо получаю удовольствие во время поглощения еды, и потом страдаю от того, что у меня прыщи, появляются лишние килограммы, либо я ограничиваю себя, но при этом остаюсь довольна своим весом и своей внешностью. На самом деле, каждый раз, когда я ем все эти запрещенные продукты, я испытываю такое чувство вины внутри себя. Перед тем, как скушать какую-то гадость, я сто раз спрашиваю себя, а стоит ли оно того. Как ты относишься к сыроедению? Если у меня будет выбор между мясом и ягодами, я всегда выберу ягоды. На самом деле, где-то в лет 13 ко мне пришло осознание того, что вот это мясо, птица, которую я ем каждый день, это все плоть, это все мертвый труп. Был период в моей жизни где-то год, я не ела ни мяса, ни молочные продукты, об этом, по сути, никто не знал. Я просто питалась одними ягодами, фруктами, яблоками, бананами, овсяной кашей на воде. Как часто я тренируюсь? У меня просто был всегда принцип, что я должна вести активный образ жизни. Каждый день я или бегаю, или прыгаю, или прохожу очень много километров. Ни дня в моей жизни не проходит без какой-то активности. Мне нравится бегать на свежем воздухе, когда мне дует ветер в лицо, когда у меня в ушах громко играет музыка. Я не воспринимаю это как тренировку или как шаг к достижению какой-то цели. Мне просто нравится этот процесс, и я получаю наслаждение, когда я это делаю. Как заставить себя заниматься спортом? Мне в этом помогла форма. Обычная форма для занятий спортом. Да. Кстати, по поводу одежды, хотела бы посоветовать вам один замечательный сайт под названием SmartySale. Я использую этот сайт для покупок очень-очень часто, так как там очень высокие ставки по кэшбэку. Огромное количество популярных интернет-магазинов. Также у них мгновенная выплата от перевода денег на мобильный счет до вывода на карту банка. Как по мне, это очень крутая идея, так как вы можете покупать одежду, получать за это бонусы, и потом тратить их на приобретение новой одежды, круговорот, бесконечных покупок, обновление гардероба, при том с экономией. Поэтому добро пожаловать, ссылка в описании. В последнее время я стала замечать, что уже прошла мода на худые тела, на полные тела. Люди стали более свободными. Каждый находится в той форме, в которой он себя чувствует комфортно. Я знаю очень много девочек, которые чувствовали себя комфортно в полном, возможно, в нормальном телосложении, но при этом они подстраивались под рамки общества и худели до очень маленького веса. Они не были счастливы. Каждый раз, когда вы думаете похудеть или поправиться, просто подумайте, вы делаете это ради себя? Единственный человек, который будет всегда с вами, это вы. И вам жить в этом теле, вам каждое утро просыпаться и засыпать в нем. Я очень долгое время была полной. Несмотря на то, что меня как-то обзывали и делали мне больно, я никогда не думала худеть из-за кого-то. Ничего не дается легко, и мне очень сложно было принять тот факт, что я не могу кушать сладкое днем и ночью, при этом оставаться худенькой. Порой нужно делать выбор и ставить приоритеты, что вам важнее, цифры на весах или процесс поглощения пищи. Я очень люблю фрукты и овощи. Порой я хочу выпить сладкую воду или скушать мороженое. У нас только одна жизнь. Есть ли смысл отказываться от всех вкусных продуктов, если вы при этом будете постоянно в плохом настроении? Просто хочу вам сказать, чтобы вы относились с уважением к своему телу и к себе. Абсолютно каждый человек заслуживает, чтобы его тело любили и оберегали. Поэтому не игнорируйте его. На этом было все, и надеюсь, что это видео хоть чуть-чуть поменяло ваши отношения к еде и дало понять, что еда – это не смысл жизни, это не причина, почему вы должны проснуться утром. Это способ выжить, и не более. Я безумно вас люблю, и до встречи в новом видео.